Слава Богу, братья и сестры, уже 25 лет в нашей стране свобода проповеди Евангелия. Слава Богу за это. Это очень продолжительный срок, и возможно, что в нашей стране никогда такого продолжительного периода такой свободы не было. И с благодарностью к Богу за это время мы в то же время переживаем о том, что с христианством происходит, когда времена благополучные приходят в нашу жизнь. Однажды я подумал о том, что вот почему же враг? Известно, что время благоденствия гораздо более пагубно для церкви, гораздо труднее противостоять всяким негативным тенденциям. И почему, несмотря на это, враг все-таки время от времени воздвигает на христиан гонения. Если сейчас провести такой мониторинг, то мы все увидим, что в странах, где христианам живется трудно, там церкви гораздо духовно здоровее. И в то же время, чем более благополучна страна, тем больше трудностей встречает там христианство, именно переживая на себе. Я подумал, почему же вот в сатане не использовать, так скажем, более такое эффективное оружие? Почему бы вот не успокоиться, не засесть в своей там преисподней и пусть тут тихо все живут и засыпают, и засыпают, и наконец все заснут так, что никогда не проснутся? Почему? Ведь когда он начинает злиться, там всякие землетрясения, гонения, тюрьмы, преследования, что-то с людьми такое хорошее начинает происходить в это время. Почему? Почему он не может успокоиться? Природа такая, даже о людях сказано нечестивое, как море взволнованное, не может успокоиться. И вот как у любого злобного человека, которого эмоции захлёстывают, рассудок, и он принимает какие-то решения, которые, ну, ясно, что они пагубные для него. Он говорит какие-то слова, ясно, что последствия будут отрицательные, но злоба так захлёстывает сердце, что всякий прагматизм просто уходит в сторону. И вот действительно природа врага такая, что вот хотя он понимает, что время благоденствия гораздо пагубнее для христиан, чем время преследования, но вот злоба его сердца, ему надо видеть кровь, ему надо видеть ломающиеся кости, ему надо видеть, как разлучают родители и детей, ему надо видеть, как избивают, как лишают человека его прав, как невинно расстреливают, ему надо это всё видеть, понимаете. И вот он так заводится, потом напился кровью, и опять в странах тихо, и опять христиан начинает дремать. Ну и ещё, я думаю, есть одна причина, что некоторые люди всё-таки не засыпают. Во время благоденствия некоторые продолжают любить Бога, не вступать в компромисс со грехом и развивать свои взаимоотношения с Богом. И вот этих людей, ему хочется просто-напросто много-много боли и зла этим людям причинить. Ведь, как сказал апостол Павел, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Я это предисловие для того сказал, чтобы сейчас нам обратить внимание именно на наше время, мы на него обращаем. Одно лишь неприятное явление, которое сейчас среди многих неприятных явлений происходит, на одно лишь явление хотел бы обратить наше внимание, чтобы мы могли более серьёзно этот вопрос жизни своей пересмотреть. Спящего человека очень легко обокрасть. В хорошее время очень легко заснуть. Это значит, что хорошее время, время благоденствия – это время, когда многие ценности выкрадываются у верующих людей, если они сумели заснуть. И Бог через Слово Своё, через проповеди, через пророчества, через эти собрания, через псалмы – Бог нас постоянно будет. Не даёт нам заснуть. За это Ему слава. Что я хотел бы сегодня сказать? На что обратить наше внимание? Что происходит нехорошее сейчас в это время благоденствия? Это обесценивание значения Слова Божьего в жизни христианина. То есть, Библия – это то, что записано здесь, сказанное Господом, сказанное от лица Господа. Значение того, что это значит в нашей жизни, смысл того, что это значит в нашей жизни, начинает уменьшаться именно сейчас. И наиболее распространённое выражение этого обесценивания выражается просто в том, что верующие всё меньше и меньше читают Библию, а некоторые вообще её не читают. Мы можем говорить сейчас о таких глубоких вещах, как, несмотря на то, что вы проводите много часов над чтением Священного Писания, но если вы не исполняете, от этого нет пользы, если вы не применяете это в жизни, вам будет от этого вред, а может быть, знание вас надмивает. Мы можем об этом говорить, но говорить будем об этом тогда, когда все будем читать. Человек, который не читает Библию, который для этого не уделяет времени, не имеет морального права говорить другому, который читает, и даже от этого гордится. Нет у него такого права сказать, что знаешь, вот ты читаешь Библию, а что в этом толку? Мы имеем право так говорить только тогда, когда сами читаем. Читать и гордиться от того, что я читаю, это проблема, но выход из этой проблемы не в том, чтобы перестать читать Слово Божие. И мы иногда уходим на очень серьезные вопросы, далеко и глубоко, и очень напоминает это многие случаи с водителями, это известные такие факты. Вы знаете, когда человек не может понять, почему машина не едет, а там просто нет баки бензина. Однажды я не был дома некоторое время, и позвонили мне и сказали, что перестала бежать вода из скважины, насос перестал работать. Я объяснил, как переключить на водопровод, и когда я вернулся, я долго не подходил к скважине. Почему? Потому что с большой глубины, более 20 метров, нужно было доставать шланг, провода, насос, это все разбирать, все так сыро будет, грязно. Я так оттягивал момент, когда мне нужно взяться за эту работу. Ну еще и там, если он сломался, на самом деле безвозвратно, это дорогое удовольствие, заменить насос. Вот отодвигался этот момент. Пока случайно однажды, совершенно случайно, у меня перестала работа стиральная машина. Беда одна не приходит, говорят. У меня почему-то хватило ума, не знаю как, очень странно для меня подумать, что может что-то с розеткой, потому что вообще все тихо было в машине. Я пошел в автомат выключить, чтобы разобрать розетку. Пошел, открыл щиток. Смотрю, кроме одного автомата, уже выключенного, выключен еще второй автомат, над которым написано насос скважины. Я нажал эту кнопочку, насос заработал. Это была огромная радость для меня. Знаете, не надо было ничего доставать. Еще больше раз, что я ничего не достал. Я бы все разобрал, и все оказалось бы целое. Это элементарно, то есть додуматься до того, что просто перестало поступать питание, как бы вот это надо самое первое, о чем подумать. Но почему-то я об этом только случайно совершенно узнал. И сегодня в нашей христианской жизни могут присутствовать многие нехорошие явления, тенденции. Нам страшно браться за эти проблемы, нам жутко представить, как их решать, как туда забраться, в эту грязь, до этого корня. Но очень часто оказывается, что элементарно только потому, что Слово Божие вытеснилось из моей жизни. Я просто перестал его читать, просто перестал размышлять над Священным Писанием. Это просто элементарная причина, почему все эти беды происходят в моей жизни. Искать причину не там, где она есть, это значит ее никогда не найти и, конечно же, не решить. И, может быть, сегодня мы очень редко говорим о том, просто о том, об элементарном, что нужно читать Библию. И для того, чтобы избежать всяческих, ну, нам, может быть, самооправданий, давайте мы все договоримся и уясним. Мы, как христиане, заключим друг с другом завет. Мы никогда не будем говорить такую фразу. Мне некогда читать Библию. Потому что это ложь. Это никогда не бывает правдой. Никогда в жизни не бывает правдой. Потому что для всего, что мы хотим сделать, мы найдем время при самом сжатом графике. И фраза «некогда читать Библию» – это знак равно с тем, что я не хочу читать Библию. Я не настолько хочу читать Библию, чтобы в моем плотном графике найти для нее место. Давайте мы для себя это все уясним и об этом договоримся. И не будем, прежде всего, самих себя обманывать. Других обманули – это полбеды. Сами себя даже убедили порой в том, что на самом деле у меня нет времени читать Библию. А в это время запускаются в нашей жизни очень сильные разрушительные процессы. Я хочу процитировать очень известные слова Евангелия от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Очень изящные обороты здесь использованы, и в этом изяществе очень серьезный и глубокий смысл. Речь идет о Иисусе Христе. В данном случае Иисус Христос назван Словом. «Слово было Бог, и Иисус, Божий Сын, есть Бог. И написано, все через Него начало быть, то есть все творение, которое Бог совершал и на небе, и на земле, все, что имеет начало, только Бог не имеет начало, только Бог не сотворен, только Его Сын не сотворен, только Дух Святой не сотворен, только у Отца, Сына и Святого Духа нет начала, у всего остального есть начало, и поэтому оно называется творение». И здесь говорится о том, что все, что получило начало бытия, все, что начало существовать, все, о чем можно сказать, оно есть, все начало существовать через Иисуса Христа, который здесь назван Словом. К чему я процитировал сейчас эти стихи? В других местах написано о человеке, даже о целых народах написано, что все народы пред ним легче пустоты. Пустота – это ноль, легче пустоты – это минус. Представьте себе весы, и когда на них ничего не положили? Тарелочка просто остается на месте. Но представьте себе весы, которые по какой-то причине не просто не опустились, не просто осталась на месте эта тарелочка или плоскость, она еще вверх почему-то поднялась. То есть этот воздух даже, вот эта вот пустота, это еще что-то было, что удерживало вот эту тарелку, и вдруг она поднялась вверх. Это мы с вами, мы все, Библия говорит, народы, все народы со своими цивилизациями, научными достижениями, со своими подвигами, мы все легче пустоты, мы минус. Однажды я думал, Господи, я бесполезен без Тебя, знаете, что сейчас я думаю? Я вреден без Него. Человек не может быть бесполезным. Человек может быть или полезным, или вредным. Третьего не дано. Как только я перестаю быть человеком, приносящим пользу, я становлюсь сразу же человеком, приносящим вред. Все народы пред Ним легче пустоты. И смотрите, вот это ощущение пустоты в человеке живет. Человек его ощущает. Человек каким-то образом, где-то подсознательно понимает, что ему надо хоть сколько-то весить, хоть что-то значить. Не быть этим мыльным пузырем, который разными веяниями разносится, раздувается и лопается. Я хочу быть чем-то и кем-то. И человек начинает двигаться в направлении во многом очень ложном и неправильном. Самое распространенное явление – это попытаться заработать много денег и думать, что столько же я могу весить, сколько мой кошелек. Второе – можно попытаться сделать себе карьеру, рабочую, политическую, где угодно, военную. Третье – можно прийти на конкурс красоты. И узнать, может быть, я самый красивый в городе, может быть, в стране, а может быть, красивая самая на всей планете. Меня зовут Мисс Вселенная. Можно сходить куда-то спеть, сыграть, покрутиться на турнике, поиграть на музыкальном инструменте, чтобы все сказали, вот это здорово, такой человек нам нужен. И человек внутри, вот в эту пустоту, в эту бездну, огромную бездну, туда попала там какая-то крошка хлеба под названием «Я чего-то значу». И провалилась, и растворилась, потому что на следующем конкурсе красоты о вас никто практически не вспомнит. Только мама, которая и без конкурса красоты вас помнила. И вот человек в эту бездну бросает что-то, он чего-то добивается, он хочет от людей услышать, что он нужен. Он пришел, его заметили, я существую. А еще лучше, когда захожу, и вспышки сверкают в мою сторону. И в газете где-то я не в конце там в объявлениях отдам котенка хорошие руки добрые, Володя, такой-то номер. А на первой полосе Володя в Пермь приехал. Вернее, не уехал, к счастью, например. Вот что человек внутри, я описываю, что он хочет, почему он этого хочет. Потому что без Бога человек легче пустоты. Он такое ничто, и это ничто так съедает его внутри, что хочется в это съедающее, в эту бездну что-то забросить туда, какой-то кусок чего-то, чтобы проглотилось, и хоть на какое-то время почувствовать себя чем-то. И как это, естественно, бывает очень часто, пути мира, это ложные, в никуда идущие, к разочарованию приводящие, мы видим, что каким образом человек становится чем-то, оказывается, желание быть чем-то, это нормальное желание. Мы не сотворены для пустой, никчемной жизни. Мы сотворены стать весомыми существами, которые встанут на чашу Божьих весов, и эта чаша дрогнет и опустится низко. Но только нужно идти правильным путем. К большому сожалению, множество христиан сегодня хотели бы оказаться в положении, хотя бы рядом с тем положением, в котором был однажды один очень-очень-очень значимый в глазах мира человек по имени Валтасар. Многие хотели бы оказаться там рядом. Не всех пригласили на тот день рождения. Это бы не был такой день рождения, в который звали хромых, слепых и убогих, и нищих, и увечных. Нет. Это был день рождения, где звали вельмож, тысячи начальников, разных очень важных людей. И многие жители той страны, вавилонской страны, думали, я не попал в список вот этих важных людей. Я не попал на эту пирушку. Вот кто попал туда, вот тот в жизни состоялся. Они пьют из золотых кубков вино, они кушают пищу, которую ест царь, и сам царь разговаривает с ними. Он здоровается, и некоторых даже знают по имени. Вот это жизнь, вот это люди смогли, вот как надо прожить жизнь. И все смотрели на Валтасара, и они равнялись на него. И вот, вот она высота, вот она жизнь, вот она значима. Люди ищут твоего лица, люди ищут твоей дружбы, люди ищут отношения с тобой. Люди мечтают пожать тебе руку, люди мечтают о том, чтобы ты запомнил их имя, запомнил их лицо, пристроил в себя их рядом с собой. Они мечтают об этом, и все смотрят, вот это высота. И вдруг появляется рука, которая пишет на стене иностранными словами следующую фразу, которую потом истолковал пророк. Ты взвешен на весах, Валтасар, и найден очень легким. То, что сегодня в глазах мира кажется высотой, которую достигну, я наконец-то стану не просто чем-то, я на самом деле стану чем-то. Бог берет это в свои руки и говорит, ты взвешен на весах, ты слишком легкий и никчемный человек, Валтасар, и ты настолько никчемный, что не осталось даже суток тебе значимости смысла жить. В эту ночь тебя уже убьют. Даже сутки это много, чтобы тебе дальше жить, из-за твоей никчемности и пустоты, чем являешься ты. И вот этот пример, исторический, серьезнейший, глубочайший пример, оставлен нам, христианам, чтобы нам подумать, Господи, как нам не быть легче пустоты, как нам чем-то стать. И мы читаем у Иоанна, все, что начало быть, все, что не пустота, все, что не легче пустоты, все, что имеет вес на Божьих весах, становится чем-то, получает свое бытие, получает свое начало через Слово. Значит, покаявшись перед Господом, когда-то это произошло в жизни большинства, находящихся здесь, мы сказали, Боже, прости меня, что я жил так неправильно, я поворачиваюсь с Тебе лицом, раньше был спиной, но все, мы встали на этот путь, нам теперь нужно набирать вес. И апостол Петр дает наставление, возлюбите чистое словесное молоко. Разве ребенку нужно только родиться? Разве ребенку не нужно набирать вес? Разве не тревожатся родители, когда снова и снова взвешивают дитя и вдруг видят какие-то сбои в процессе набирания веса? Разве это не тревожный сигнал? Так почему сегодня столько христиан, которым лишь бы нужно родиться, лишь бы нужно креститься, лишь бы нужно пробраться, читать Библию, это что-то неинтересное, неважное, мы только через Священное Писание, через Слово Божие, начинаем набирать вес именно в глазах Бога. Вообще не важно, что мы в глазах этого мира, абсолютно не важно это. Там такая искаженная оценка, что ориентироваться на нее, это просто-напросто окончательно запутаться в том, кто ты есть, куда ты идешь. Но когда мы читаем Священное Писание, страница за страницей, мы размышляем об этих словах, мы применяем это в жизни своей, это становится нашим мышлением, в это время грамм за граммом мы набираем вес. И нам не нужно шоу, чтобы жюри сказала, ты кто-то, ты талант. Когда я берусь за поручни турника, братья и сестры, мне не надо вокруг меня авторитетных людей, чтобы сказали мне, что я что-то вешаю. Я это и сам знаю. Когда верующий человек набирает вес через размышления над святыми, божьими словами, когда он обогащается этими сокровищницами, ему не надо, чтобы окружающие как-то обозначили его существование. Там внутри есть свидетельство, как написано об одном человеке, что енох прежде переселения своего, он получил свидетельство, что угодил Богу. Вот когда жизнь имеет вес и имеет смысл. Только тогда. И не надо будет бегать за кем-то и искать признание. Нет. Потому что ты начал быть. Ты кто-то уже есть. Потому что ты вместил Бога в себя. Слово было Бог. Есть очень замечательное выражение, я его часто вспоминаю и цитирую. Не знаю, к сожалению, автора, кто это произнес. Он сказал, где Слово Господа, там из ничего возникает целый мир. А где нет Слова Господа, там целый мир превращается в ничто. Это говорит о том, что мы могли когда-то набрать вес. Мы могли когда-то подняться на какие-то Божьи высоты, но потом эта книга ушла из нашей жизни в сторону. Когда-то эта книга помогла нам стать чем-то в глазах Господа, приобрести вес и не быть мыльным пузырем, который легкое дуновение ветерка движет в ту сторону, в которую захочет законодатель, моды, политический строй, или что угодно, неважно. Мы наконец-то стали иметь вес. Ветер обстоятельств не был способный сдвинуть нас. У нас появилась позиция. Мы почувствовали, что наши ноги могут стоять на том месте, на котором мы считаем правильным, чтобы они стояли. И может быть не просто дуновение ветерка, может быть шторм дул на тебя со страшной силой, чтобы уронить тебя, чтобы дезориентировать, чтобы направить тебя в ложную сторону, но ты мог стоять. Почему? Потому что ты не был как Валтасар. Ты имел вес. И всякое людское мнение о тебе, может быть множество мнений о тебе, ты прежде перепроверял, прежде нежели повиноваться и двинуть в эту сторону. Новое веяние моды ты перепроверял на предмет целомудрия соответствия священного писания, прежде нежели купить себе стильный предмет гардероба. Ты знал, как сказать нет. Ты знал, как сказать нет своей собственной природе, когда она влекла тебя на то, что запретно и преступно. Ты мог сказать нет, потому что ты имел вес и имел его благодаря этой святой книге, благодаря слову, через которого все начало быть, что начало быть. Но потом эта книга ушла из твоей жизни. И сегодня ты чувствуешь, что твое нет становится все менее уверенным. Сегодня ты чувствуешь внутри себя, что ты потерял стержень. Что даже отсутствует уже собственное мнение и позиции их уже нет. Ты идешь туда, куда движут обстоятельства. Ты идешь туда, куда движет природа. Почему ты стал очень легок? И ты хочешь, чтобы поставили нужду? Или ты хочешь, чтобы приехал какой-то служитель великий и рассказал, в чем твоя беда, а в том, что там выключен автомат в щитке. Что просто-напросто книга запылилась, это и лежит на полке, и давно не берется в руки. И ты не принадлежишь себе. Ты не можешь поступать правильно. Почему? Ветер обстоятельств руководит тобой. Толпа руководит тобой. Природа руководит тобой. А весу противостоять этому нет. Дело решается несложным образом, братья и сестры. Дело решается тем, чтобы просто с сегодняшнего дня, если кто-то в своей жизни потерял значимость священного писания, давайте мы возвратим это для себя. Давайте мы снова начнем читать, мы снова начнем уделять время, вспомним те времена, когда мы с упоением наслаждались этой книгой, когда мы находили почему-то время для нее. Если этого не произойдет в нашей жизни, если мы снова не вернемся к ней, будет шторм, будет сильный шторм, и сухие ветви обломятся, и будут брошены в огонь. Только живая ветвь может противостоять бурям и ветру. Если сегодня сживительный сок священного писания не оживит нас, нас ждет катастрофа. Абсолютно каждого, кто оставил слово, мы сильны в словах. Будем молиться Богу.